Тазопедренные суставы и коленостопы, в общем, там Митсубиси Субару переехала полностью. Благо, был не сломан позвоночник. Ноги и тазопедренные суставы были сломаны все. На тот момент я встретила своего спонсора, идя с работы, как я рассказывала, буквально в затуманенном состоянии, она меня пригласила на лечебный зал. В этом зале присутствовал человек, который тоже перейдет свое время аварию и рассказывал про свой результат. Это Лариса Николаевна Щеголева. Я никогда не забуду эту встречу. Она именно сподвигла меня на то, что нужно пользоваться продукцией и рассказывать о ней всем. Человек стоял на каблуках и рассказывал, что она вообще не могла двигаться, и что нужно делать. И рядом сидела терапевт Наталья Федоровна. Я ее так спросила, говорю, а вот у меня папа там лежит в больнице, и ему там все переломано. Она говорит, я тебе сейчас напишу. А я говорю, а в Донецке это можно купить? Она говорит, конечно, это можно купить везде, где есть НСП. И тут рассказывает, что вообще по всему миру и так далее. И вот это буквально через два дня я уезжаю в Донецк. Я в Донецке покупаю полностью на порцию, что мне написали. Приношу в больницу и главпрач мне говорит, а что это вы принесли? Я говорю, это бады. Он говорит, и вы решили этим травить своего отца? Я говорю, вы знаете, почитавший справочник, тот, который мне выдали, я его за три ночи прочитала, называется «От корки до корки», и я решила, что это действительно поможет. Как я уже рассказывала, бабушка моя и соседский, сосед, да, занимались травами. И поэтому я сказала, да, это поможет моему папе. И если вы, я говорю, ну, выбросите, то я все равно привезу следующее. Он сказал, делайте, что хотите. Но свое лечение я не отменяю. Я говорю, я ваше лечение не везу, а вы не мешайте мне. В общем, вот так. Пришел молодой доктор, лечащий врач отца. Значит, он говорит, ну, вы кушайте, только пускай это стоит не так заметно. Ну, и, короче, у папы на Украине это так. Ты попадаешь в больницу и привозишь с собой лекарства. У папы, значит, коробка медицинских, значит, с аптеки под кроватьем. А все, что падает, все стоят в коробочке сверху на тумбочке. Ну, в общем, это было, конечно, эпически. И, значит, няночка, которая приходила, я говорю, боже, да сколько ж тут всякого барахла. Я говорю, да, вот самое то барахло надо выкинуть, выкинуть. Я там сидела у него сиделкой, значит, ну, там мы с сестрой дежурили по очереди. Через неделю он начал ходить сам до холодильника за хлорофилом, потому что ему понравилось. Потом он сам стал ходить в общественный туалет без утки, не стал никого спать. Ну, то есть, на продукции конкретно. На нашем кальций-магни-хилате за три месяца после удаления костей, кость была раздроблена, 7,8 сантиметра отрезали. И поставили аппарат Елизарова, как железный филипс он был, короче. Вот скрутили, косточки присоединили, и потом каждый день по миллиметру оттягивали, чтобы нарастала кость. За три месяца папа нарастил кость. Ну, там чуть-чуть не дорастил, там полсантиметра не хватает. Чуть-чуть прихрабывает. Но я считаю, что это великолепный результат, потому что на соседней койке лежал мужчина на 12 лет моложе папы, и 6 месяцев он растил почти. Вот тоже у него была удалена кость. Он 6 месяцев растил на аптечном. Пальций-детренникальный. То есть, ну, результат вообще просто.